Крытый жизнерадостный человек. И если бы меня попросили одним словом определить его жизнь, творчество и семейные отношения, я бы сказала просто – долголетие. Своими секретами и интересными жизненными историями сегодня с нами поделится известный белорусский поэт-песенник Олег Владимирович Жуков. Нашел я свой город, нашел я свою судьбу. Песня, как художественная любовь, литературное произведение, должна тема. Музыка или слова, что первично? Ну, вот так же, как у курицы, проблема та же самая. По-разному. Я настолько профессионален, что я могу и так, и так делать. Что это будет? Может быть, я и нашел какого-то старичка. Ну, а что я буду с ним говорить? О чем? Это прекрасное время, замечательное. Мы так радовались жизни, что мы, наконец, можем это делать. Олег Жуков родился 1 января 1937 года в Днепропетровске, Украина. Высшее образование получал в Горном институте. После учебы днем работал в Альма-Матер, а вечером играл в ресторанном ансамбле. Судьба подарила шанс вырваться из этого круговорота. На гастроли в Донецк приехал из Беларуси коллектив под управлением Виктора Синайского. Первый в БССР вокальный инструментальный ансамбль и второй после поющих гитар в Советском Союзе. Срочно нужен был бас-гитарист. И Олегу Жукову предложили войти в состав коллектива и переехать в Минск, где он успешно работал с Юрием Антоновым, Виктором Буячичем. Люди встречаются. Жизнь. Стой, не стреляй, солдат. Добромолодцы. Его песни стали хитами и не стареют уже почти полвека. А многие из них нередко и на свою музыку он исполняет сам. Олег Жуков, автор гимнов Международного фестиваля искусства «Славянский базар в Витебске» фестиваля «Золотой шлягер». Обладатель медали Франциска Скорины, лауреат Национальной музыкальной премии Лира в номинации «Лучший автор слов». Олег Владимирович, добрый день. Добрый день. Я очень рада, что вы пришли к нам в гости. Слышала, что вы заядлый путешественник, и поэтому сегодня хочу предложить вам путешествие во времени. Давайте вместе вспомним знаковые кадры как в вашей жизни, так и в жизни нашей страны. А начать хочу вот с такого вопроса. Слышала, что вас за глаза называют символом белорусского бомонда. Не знаю, кто это придумал, что такое бомонд. Ну, это вроде бы фильм «Феллиник», «Восемь с половиной», что-то такое. И там вот они эти типа бездельники из интеллигенции. Они по ночам вытворяли там, черти что, в фонтанах купались. Ну, так может быть, я и подсмотрел этот образ. Не знаю. Ну, а что в этом плохого, собственно говоря? Надо просто каждому человеку вспомнить, когда он молод, что с ним происходит. Ему хочется жить каждый день, каждый день влюбляться, где-то всю ночь королесить, где-то там на тусовках каких-то танцевать, не знаю, искать новые встречи, рваться жизни навстречу. И всё это у всех, у каждого это есть. Ну, а то нельзя сказать, что это бомонд. Это обыкновенное человеческое желание рваться жизни навстречу с его эмоциями, с его радостями. Расскажите, как вам удалось обмануть время? В чём секрет вашей вечной молодости? Ну, дело в том, что я занимаюсь искусством, которым занимается молодёжь. Я пишу песни, которые поёт молодёжь. Самые молодые исполнители, они уже сейчас вырываются на листы лучших песен. И поэтому я тоже не хочу выглядеть дедушкой старинным в их жизни, а наоборот, чтобы они посмотрели на меня, сказали, «О, этот дед нам нравится. У него кроссовки такие вот такого цвета. А где вы, дедушка, купили?» И песня легко запишется, и песня легко споётся, потому что возникает доверие, возникает взаимодействие душ, возникает замечательный контакт, который может на всю жизнь сложиться и людей осчастливить. «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везёт в этом так, что просто беда. Вот, наконец, вчера вечером встретил я девушку. Там, где тревожно гудят, стучат поезда. В свой вагон вошла она, улыбнулась из окна. Поезд тронул, а я вслед, лишь рукой помахал ей в ответ». В своих интервью вы неоднократно говорили о том, что в приоритете для вашей семьи книги и путешествия. Ещё со студенческих лет привлекала Италия. В то время, когда я начинал уже играть на бас-гитаре в институте, я учился в политехническом, к нам начала прорываться эстрада, в частности, Италии, Доминико Мадуньо. Он пел песню. «И воляре, о-о-о, кантаре, о-о-о, нель блю, ди пинто ди блю, феличе, ди старе лассу». И так далее. Эти песни, значит, модные были, но они были в эфире. Тогда было только радио. Ну и я начал переписываться с итальянцами, придумал такой простой способ. Я нашёл филателлистический журнал, где люди, которые собирают марки, они обмениваются друг с другом. Обращался к каким-то оппонентам. «Я вам буду присылать марки, а вы мне присылайте диски и ноты, песен и аранжировки». И так это получилось. А на каком языке писали? Ну, для начала я с помощью словаря написал. А потом, когда ко мне приходили письма, и я должен был их читать, я внимательно начал изучать итальянский язык. А то я думал, что мы парло-итарьяны. Парлянда, так. Микияма Марина. Ну и тот оркестр, в котором студенческий в нашем институте, который был, он нуждался в песнях, репертуаре. И вот я как раз вот это «Чао, чао, бомбина». Так вы были самым модным коллективом. Да, да. Я эти песни пел на итальянском языке. И, ну, проходил с успехом, хотя пел еще и «Темная ночь, только пули свистят по степи, Только ветер гудит в провода». Это Бернеса песня. Ну, были темы такие, когда можно было и то спеть, и другое. Ну, молодежи нравилось, хоть и непонятный этот язык, но песни, они мелодичные, итальянские песни. По почте я получил, поставил, Фрэнка Синатрова, Наткинкола поставил, большие диски. И все у меня в доме было. У меня были диски, которые, сорокопяточки были тогда такие. Да, 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 да. Да, такие пятки. С большой такой дырочкой. С большой дырочкой, да, да, да. И такой ролик сверху ставил. И песни эти пелись, звучали в доме. Ну, и на сцене звучали. Тогда я не переводил, конечно, постарался петь на итальянском. Когда появилось вот это, на нашем горизонте, мы с Юрой Антоновым посетили концерт венгерского исполнителя Януша Коша. Он спел песню про чёрный поезд. О-о-о, чёрный поезд, мою милую увёз что-то. Вот видно, он немножко русский язык знал, но ударение... Может, он со словарём тоже переводил. Ну да, он такой ужасный сочинил текст, который невозможно было. Это что... Да-да-да-да, не кончается песня. Вот так что-то такое. Ну, и так Юра говорит, давай, может, давай напишем русский текст, и будет в этом модный шлягер. Он будет в стране звучать. Ну, было огромное желание петь красивые песни, сочинять красивые песни, чтобы все люди полюбили их и пели, чтобы была радость от того, что ты поёшь песню. В мой лагон вошла она, улыбнулась из окна. Поезд тронула я вслед, лишь рукой помахал ей в ответ. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Ох, женятся! Мне не везёт в этом так, что просто беда. Кому не везёт? Не знаю. Что просто беда. Ох, ты ему не везёт. Что просто беда. А можно быть тебе? Что просто беда. Да! Вы Миру посмотрели? Посмотрели, да. Я же с Вуячичем работал в его ансамбле, бас-гитаре играл. Ну, мы в Россию ездили, на Сахалин, на Дальний Восток. Там концерты были. Ну, с ним в Болгарию ездили, в Польшу ездили с концертами. Попал в этот коллектив Виктора Вуячича. Ему как раз нужен был музыкант, и нужно было сольный концерт делать. И он нас с Юрой пригласил в свой ансамбль. Ну, это было прекрасное время, потому что, видите, я не видел даже страны, в которой я живу. А с помощью гастролей получается, что мы были и там, и там, и там. Везде были в России. Поездили где только возможно. От одной границы и до другой. А по Белоруссии? Вы же тоже поездили. Какие любимые места? Конечно, очень много красивых мест. Очень красивые западные города, которые сохранили еще архитектуру, ту, которая была при Польше, которая не разрушилась. Как ни странно, она еще возрождается сейчас. Очень хорош Брест тоже. Витебск. Минские ворота. Минские ворота, Минск. Да, надо ездить. Меня жена зовет, говорит, давай вот возьмем, поедем в гостиницу, там поселимся. И в городе поживем недельку, в одном городе, в другом. Все-таки мы не все знаем про наши города. И это было бы интересно. Как вы смотрите, какие красочные города, какие крыши замечательные. Такие сейчас получились материалы строительные, красивые. И радуги на небе. Боже мой, как же красиво. Вот это наша Беларусь. Моя жена говорит, это моя родина. Моя жена белорусская. А я украинец. Нет, я русский. Папа записал меня русский. И мало того, что он был Владимир Николаевич Жук, он записал себя Жуков. Вы уже более полувека живете в Минске. Здесь познакомились со своей супругой Светланой. Здесь появились дети, внуки. Пришла известность. А как вы решились на переезд? Что двигало вами в этот момент? Кроме того, что я работал в Академии наук в издательском отделе, я занимался публикацией, подготовкой печати трудов научных. Эти ученые, они же пишут труды и хотят сборники издавать, чтобы все это продвигалось. Ну и вот я был в этой должности. Это было до шести вечера. А после шести с семи я садился на эстраду ресторана и играл, и играл, и пел, и танцевал, и все, что хочешь. А потом уже, когда я очень сильно устал, я на работе спал, не мог работать, я очень уставал, переутомлялся. Еще и девушки доставали, конечно, это тоже было очень... Выматывало, забирало силу. В один из прекрасных дней в ресторан пришли два молодых человека и сказали, что они из Белоруссии, что этот ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль под управлением Виктора Синайского, это был артист разговорного жанра, но он был еще и музыкант. У них в армию забрали бас-гитариста, прямо с гастроли забрали, вызвали и все. И, конечно, без бас-гитары, как ансамбль мог звучать. И они пришли ко мне с предложением, не хотите ли вы поработать два-три месяца, закончить гастроли по Белоруссии. Я говорю, ну, почему нет, я могу, потому что я действительно хотел уже что-то делать, менять свою жизнь. И изменил таким, взял в руки гитару, усилитель огромный, и догнал их в Горловке. И на один из первых концертов положили мне ноты. Ну, я благополучно с ними справился, отыграл концерт и продолжил с ними гастроли. Ну, и, слава богу, значит, сюда я приехал, а потом Виктор Буячич собирал коллектив, подошли ко мне, я говорю, согласен в вашем коллективе работать, но со мной еще есть Юрий Антонов, который играет на клавишах, а мы отдельно репетировали. Мы начали репетировать песни, которые были на слуху русских современных композиторов, Макроусова, Блантера. Мы начали эти песни, но их делали, осовременивали. Когда я от них ушел, я уже устал от этих гастролей, появилась у меня девушка, из-за которой я не захотел больше в гастроли ехать, и вот остался, я поступил в проектный институт, в котором тоже занимался изгрательской деятельностью, рекламой и прочее, но то, что я умею. У меня как-то получилось, что я очень хорошо знаю русский язык. Бабушка со мной с детства занималась, читала мне русские народные сказки, и поэтому и песня родилась, это о добрых молодцах и красных девицах. Когда музычку мне подкинул Юрий Антонов, он мне мелодию наиграл, а я взял под нее, придумал вот такой, будем говорить, хит. Помню, в детстве я слушал у огня певучий бабушкин рассказ о богатырях и волшебных знаках, о добрых молодцах и красных девицах, о русской тройке, что вдаль летит звеня. То, что я и в ресторане играл, и научился, и в самодеятельности, и это дало мне профессиональный подход. Я уже выходил на сцену, выступал с этим усилителем, Он же самодельный, в Кремлёвском дворце, таскал его туда. Ну, было такое. Слушайте, есть что вспомнить? Тогда инструментов не было. В Лейпциг, в Москве, был такой магазин, где можно было купить бас-гитару. И я купил её всё-таки. Она была немецкая у меня. Ни у кого в Белоруссии не было бас-гитары. У всех были самопальные какие-то. Ну, и одним словом, мне Боженька помог, наверное, что он мне вовремя подсказал. «Иди туда, это делай». Нашёл я свой город, нашёл я свою судьбу. И то, что получились первые песни, которые стали шлягерами, это же замечательно. То, что с Юрой я познакомился, с Антоновым. Вот эти песни. Хорошо, что они пошли по всему Союзу и стали шлягерами. И я ему благодарен. И сейчас, когда у него юбилеи наступают, я его поздравляю. Он меня приглашает. Продолжаем дружить. Когда наступает пора его поздравлять, я не забываю. И посылаю, и он мне пишет. Олежек, желаю тебе здоровья. Живи, здравствуй, пусть у тебя всё будет хорошо. Ну, вот сохранили такие отношения. В Минске вам сразу покорился песенный Олимп. Вы попали в штат Белорусской государственной филармонии. Гастролируете по всему Советскому Союзу. Не закружилась голова от успеха? Мой успех, он по сравнению с успехом артиста, который выходит и поёт, он не такой значительный. Такой успех. Играешь себе. От начала здесь штук 20 песен надо сыграть себе. А какой там успех? Сыграл, отработал. Другое дело, что потом девушки появлялись, которые говорили, а ты мне нравишься или не нравишься. Ну, вот эти были бы, конечно, были такие факты. Голова, конечно, она кружилась. Подумаешь, в каждом городе новая девушка могла быть. Но не всегда это было так. Хотелось иметь кого-то постоянно. Поздно или рано это случилось. И я тяжелее о том, что это произошло. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Красивый голос. Ну, и он мощный мужчина. Он такой выходит, как руки эти раскинет. Женщины там умерли. Это Алик Эскин. Мы проработали с Юрой. Он чуть меньше, а я чуть больше. Они потом ездили, я помню, в Латинскую Америку. Мне, конечно, было жалко. Ну, ничего, я принял решение. Так получилось. И рад, что все есть у меня. Голос нищий, отугнется мне, зя Зюри. Небо отзовется жаврумами. Родный дом покрича голосом окнули. А земля укне усими голосами. Давайте сейчас посмотрим на наш экран. Вы вспоминаете эти кадры? Мой город, ты по-настоящему мне дорог. И пусть летят, как птицы, над землей года. Я с тихой грустью покидаю этот город. И возвращаюсь с радостью всегда. Минский вечер. Минский вечер. Знает место нашей встречи. Минский вечер. Минский вечер. В дымке нежно-голубой. Это Измаил Львович Капланов, Нелла Захаровна Богуславская. Ваша дружба продолжалась долгие годы. Или все отношения заканчивались на пороге концертного зала? Нет. Дело в том, что вы жили... Я на девятом, а он на восьмом. Но вы были соседями. В одном соседе. Вот эта творческая семья, прекрасный дуэт. Чем привлекательны были для вас? Сам образ любящей семейной пары, которая с возрастом сохранила вот это вот... Чувство. Какую-то целомудренность чувств, какое-то обаядие. Ведь каждый человек любые песни примеряет на себя. И любой образ, который он видит, он тоже примеряет на себя. А как у меня. И, может быть, даже и позавидует. И, может быть, поучится. И, может быть, сделает так, чтобы его в доме тоже были такие взаимоотношения. Минский вечер, Минский вечер, знает место нашей встречи. Минский вечер, Минский вечер, в дымке нежно-голубой. Наши песни, наши песни, мы споем с тобою вместе. Дай мне слово, что мы снова в Минске встретимся с тобой. Дай мне слово, что мы снова в Минске встретимся с тобой. Прекрасный творческий дуэт Жуков-Капланов радует не только слушателей, но и исполнителей песнями, которые сразу же становятся популярными. Я думаю, так случилось и с песней «Одинокий». Действительно, Саша тогда был одиноким. Он свободным мужчиной был. Были у него поклонницы, жены у него не было. Ну и с Измаилом Львовичем подумали, а почему бы, скажем, чтобы он на себя одел этот образ. Написали песню, я дал ему текст, он музыку написал. Дали ему посмотреть на эту песню, годится ли она ему в репертуар. Он, конечно, очень обрадовался. Ему присылали письма, отзывы женщины со всей республики из разных городов. Не знаю я, или, может быть, действительно настоящие женщины, которые любили его творчество и преклонялись перед ним. Но я в этом не участвовал. Пусть история докажет, что это не так. Давайте вспомним эту песню. Я пишу тебе письмо обо всём и ни о чём. О погоде, о делах, где я был сегодня днём. Что здоров, что много дел, что читаю всё подряд. Одинокий, одинокий, ты вчитайся в эти строки. Одинокий, одинокий, кто же в этом виноват? Одинокий, одинокий, ты вчитайся в эти строки. Видно, всё же одинокий, если люди говорят. Видно, всё же одинокий, если люди говорят. А вот ещё одна популярная песня, которую мы сегодня уже вспоминали. Помню, в детстве я слушал у огня певучей бабушкин рассказ о богатырях и волшебных снах, о добрых волосах и красных девицах. О русской тройке, что удалить из свинья. Перед песней он говорит, что я в Минске учился, в армии был. И это моя первая песня, автор текста, который сидит здесь в зале. Пчатся тройки вдаль, пчатся сквозь года, сквозь бурек в солнечной мечте. Вечно наша Русь, ею я горжусь. А добрым молодцам и красным девицам на русской тройке я в пояс поклонюсь. А скажите, пожалуйста, почему вы, когда уезжает Юрий Антонов, не уезжаете вместе с ним? Пригласили только его? Его не приглашали. Он сам решил? Он сам, но у него уже был репертуар песен. А я музыкант, я же не певец. Он пошел в добрый молодцы в ансамбль сразу петь эту песню. И его взяли сразу же. Потом в оркестре кролла он работал. Тоже пел какие-то песни, которые у него есть. Он мне тогда говорил, давай приезжай. Это место, где можно раскрутиться. Но чем я буду раскручиваться? С бас-гитарой что я там буду делать? Нет. У меня тут была любовь такая, что я никуда, меня не сдвинуться. Были другие планы. Да, совсем да. А как рождаются стихи, слова, песни? Что может вдохновить на создание красивой песни? Ну вот как в данном случае такой доброй сказки. Или это чувствуешь ты или не чувствуешь. Симпатична тебе ситуация или сама тема. Симпатична. Конечно, обязательно нужно выходить на сюжет. Как художественное, любое литературное произведение и развитие темы, и начало, финал. Определённые законы нужно знать и чувствовать. Нужны три куплета, чтобы они не надоели никому. И это вот развитие, скажем, той же темы. Это нужно всё сделать. Как мне говорили, вот ты. Я слушал, слушал, думаю, ну вот он куплет один написал. А хватит ли у него на второй куплет, на третий? А оказалось, хватилось, хватило. Музыка или слова? Что первично? Ну вот так же, как у курицы, проблема та же самая. По-разному. Как это? Смотря с какой точки зрения. По ситуации. Это абсолютно не играет роли. Потому что я настолько профессионален, что я могу и так, и так делать. Могу даже и музыку исправить, и могу и текст исправить. Никогда не делаю лучше, не делаю хуже. А я делаю так, чтобы было хорошо. Не переживай. А как возник такой творческо-дружеский союз с Олегом Елисеенко? Так немного же композиторов. Не все они умеют писать шлягеры. Надо уметь. У Елисеенко умеет. Он образованный музыкант. Он же сын композитора. Закончил консерваторию. И он умеет это. А кто-то рядом с вами сидит. А есть одна девушка. Есть. Тоже песню эту знает. Наверное, слышала. Да? В доме. Можно соглашаться и не соглашаться. Лучше быть всегда самим собой. Не переживай, не переживай. Где очистить ключ, где ворота в рай. У тебя есть шанс, только не зевай. Не переживай, не переживай. Одной из ваших совместных работ стала следующая. И опять очень популярная песня. Она на нашем экране. Я из бумаги вырезала Их, моих красивых и волшебных птиц Они взлетели в небо Первая песня Олеси Ермоленко, которая сделала ее популярной. У нее не было шлягера. Это вот первая песня, которая у нее появилась в репертуаре. И она на всю Белоруссию стала известна. Пока там за облаками далекий ясный свет Лечу за вами вслед Олег Владимирович, а кому пришла идея перевода Эта песня на китайский язык Ансамбль Ермоленко, Сябры Они ездили на гастроли в Китай И, очевидно, там произошло это обмен опытом Где китайская исполнительница Стала вместе с ансамблем Сябры Петь эту песню Главное, что все понятно Да, значит, они крутили ее, раскрутили Очевидно, там в Китае эту песню И, очевидно, там в Китае эту песню С кем вам больше нравится работать? С маститыми исполнителями? Или, возможно, пока никому еще неизвестными? Вы знаете, со всеми интересно Со всеми, с талантливыми людьми Хочется взаимодействовать Хочется научиться у них работать Научиться написать и в их стилистике Проникнуть в внутренний мир И создать что-то, чтобы песня шла от сердца Ну, и это интересная работа Должны быть умные слова Должны быть мудрые слова А случалось ли так, что благодаря именно вашей песне Рождалась новая звезда? Ну, это вот одинокий случился с Солодухой Тройка это Ухтинский Он тоже стал известен очень сильно Отчего порою в предрассветный час Слышу зов вдалекий я не в первый раз Слышу чей-то голос ночи напролет Знаю этот голос твой меня зовет Там содержание такое Оно очень близко к цыганской атмосфере Цыганского табора, лошадей Значит, я подумал, а он-то Володя Он цыганский кровей И он быстро ее написал Аранжировщик у него был очень хороший Который быстро это все сделал И они выпустили эту песню И начался улом Со всех базаров, со всех самоваров И утюгов Везде, везде эта песня Я тройку запрягу, каур Я тройку запрягу, каурых скакунов Рвану по воде я грусть твоя Прости, прощай Возьму гитары звон Осенний дым костром Иногда удачи бывают Не ожидаешь, но вдруг раскрутка наступает Раскрутка этой песни И она востребована Становится хорошей Олег Владимирович, музыканты старшего поколения Поговаривают, что ваша квартира в свое время была местом тусовок и столичных музыкантов И гастролирующих турбадуров Это правда? Это правда Дело в том, что я привык ездить на гастролях И те люди, которые у меня в гастролях раньше встречались Когда они приезжали, я к ним прихожу И мы знакомимся, и все И я приглашаю их домой Я просто ставлю себя на их место В чужом городе, когда ты приехал Вдруг тебя берут и домой приглашают Это же очень приятно Мало того, что я еще умею борщ приготовить и накормить Так вообще И приносил в Дворце спорта, приносил борщ Кормил эстонцев, я помню Принес кастрюлю огромную На весь коллектив накормил А потом домой приглашаю А вечером что делаешь после концерта? А, ничего Ну и приходи ко мне Соня Ротару была у меня Когда были поющие гитары А Садулин был у меня дома Ханок был Потом Илюша Резник Синяя птица Юра Антонов, когда приезжал Он приходил ко мне Всегда, всегда дом открыт Для друзей И музыканты бывали Оставались у меня до утра А потом еще до следующего Дого года Не уходили Это опасно Светлана моя уже тогда жена Ну она соглашалась Вот как она относилась К таким же компаниям Она все прекрасно понимала Она все понимала Есть друзья, есть друзья Мы любим жизнь и солнце Мы любим дождь и смех детей Легко нам дышится, поется Среди друзей, среди друзей Мы любим день и утро И дом, в котором мир и лад Все то, что нам дается трудно Что предстоит еще на час Вас с этим фестивалем Со Славянским базаром Связывает самая главная фестивальная песня Его гимн Все цветы Юля Как он появился? В какое время? Это был последний В 88-м году Это был последний фестиваль Белорусско-польской дружбы И для этого фестиваля Финальную песню Нужно было записать Я обратился к Леониду Захлевному И он на мой текст Сделал замечательное произведение В фондах Белти и радиокомпании Есть весь букет Записи всех фестивалей Славянский базар в Витебске Это теперь оркестр Финберга Столько лет исполняет Репертуар и оркестра Это все Все цветы Юля Все цветы Юля Все цветы Юля Вместе соберем Все цветы Юля Все цветы Юля Ставельками солнца Принесем на что Сердце Юля Сердце Юля Принесем на что Олег Владимирович, за долгие годы Успешной творческой жизни Вы наверняка разгадали секрет Создания успешной песни В чем он? Как можно его сформулировать? Текст Это литературное произведение Оно требует Соблюдения всех законов Завязка, развязка, развитие Финал Вступление в песни Должно быть Для того, чтобы оно выглядело Профессионально Эти все правила Нужно соблюдать И все И больше ничего Как можно больше метафор Как можно больше новых слов Известных слов Но не оборотов По жанру Ваши песни Можно разделить На романтические истории Грустные мелодрамы Сентиментально-ностальгические Удалые молодецкие И даже комедийно-шутошные Одна из них Мне особенно нравится Давайте послушаем Именно комедийное Послушаем Посмотри Да-да Посмотри Может что-нибудь Увидишь На кого? На меня На что смотреть Вечно ты меня Сводишь От тебя Мой дорогой Я стойду с ума Наверно В новом платье Я с тобой В платье Необыкновенно Ты ж не видишь Ничего Изменился Может ты тайком Влюбился Прекрасный Творческий Семейный дуэт И Вы тоже с ними Сотрудничали Да Он любил Мне Исповедоваться Он любил Поговорить Со мной Рассказать про себя Рассказать про то Как он Такой Вот И всякий Разный Он всегда Очень долго Говорил И он был Счастлив От того Что я молча Слушаю Только А Да А Б В А Могу Так Среагирую Он не давал Потому что ему Надо было Еще много Сказать И он был Счастлив А потом Он спрашивал А как ты думаешь Вот обязательно Делай то Что ты задумал И все Ну и совет Он у меня получал Когда они Расстались С Раинчиком Они не знали Что делать Того репертуара Который они Исполняли У них не было Это были В основном Раинчика Песни Я предложил им Написать Несколько Вот это было Я поеду в Париж Была песня Скрипачка И что-то еще А что смотреть Я ежедневно это вижу Клипсы Платье Платье Клипсы Клипсы Платье Платье Клипсы Клипсы Платье Клипсы Ни к друзьям Не сходить Ни телевизор Не посмотреть Газету Почитать невозможно Ежедневно Клипсы Платье Клипсы Платье Клипсы Платье Платье Клипсы Платье Клипсы Часто говорят, старые песни о главном. А что же главное? Старые песни о главном, а главное – это любовь. Это человеческая любовь, которая, если она есть в песне, если она есть в душе, она и жить будет долго. Самое главное – уметь распознать эту любовь в себе, в песне ее показать. Надо стараться как можно больше их писать, таких песен, и они будут жить долго. Мне посчастливилось сделать два новогодних концерта, где я показывал свои новые песни, своих молодых исполнителей, новых исполнителей, и старые шлягеры в новых совершенно аранжировках, и в исполнении молодых артистов. Я знаю, что вы с большим трепетом и любовью относитесь к своей супруге Светлане. многие могли бы поучиться у вас и позавидовать таким отношениям. Ведь вы вместе уже почти 45 лет. Раскройте секрет и этого долголетия. Долго не держать, не хранить обиду. У всех ведь существует напряженное отношение. Мало ли, что ты там устал, на работе был и все раздражен. Не мстить, а быстро ликвидировать очаг этого разногласия. Надо, чтобы обе стороны понимали, что нужно это делать. Причем не насильственный способ просить прощения. Прочти меня. Нет, не так. Наоборот, это надо делать без лишних слов, без лишних разговоров, объяснений, выяснений отношений. Или просто подумать и на расстоянии сказать. Вот не надо, больше не надо. Все, забыли. Вот что-то такое должно быть. Давай об этом уйдем. Через две минуты мы нормально разговариваем. А кто в вашей семье первым идет на такое примирение? Я стараюсь закрывать эти вопросы. Светлана тоже быстро отходит. Думаю, не ошибусь, если предположу, что Светлана первый слушатель ваших стихов и песен. Она строгий критик? Она хорошо знает поэзию. И что хорошо и плохо, она это чувствует. Она чувствует подсознательно. Она слушает все мои песни. Она слушает, я ей показываю. Иногда я это передаю, то, что она сказала. И это действует. О, какая красавица. Ничего себе. Звезда балета. Вот это Питер. Она в Питере училась. Она закончила институт текстильной промышленности. О, муж и жена. Да, одна сатана. Да, неплохая парочка, я вам скажу. А это в Литве, в Вильнюсе. Там, где мы познакомились. В этот город приезжали потом. Мы ходили на то же место, где мы сделали первый снимок. Вот она, моя зайка, моя девочка, моя Леночка. Любимая девочка моя. И у нас внучка есть с Зойкой. И это Никитка, а это Леночка. Вот они мы в Сочи. Вот это я что-то пою такое. А, вот эта песня называется «Кто нас полюбит». Это строки-разбойники. Это где-то вы в Средней Азии. Это в Чехии какой-то замок. Это вот девочка, я сделаю в Бельгию, в семью. Ну что ж, а сейчас небольшой фрагмент. 1997 год. Говорят, они жили душа в душу и умерли в один день. Я как-то однажды думала об этой фразе сказочной. Я думаю, насколько легко это воспринимается в детстве. Вот одну скороговорку. Всё, сказка кончилась. Как жалко иногда, да, кажется. Ну вот бы ещё что-нибудь, ещё что-нибудь рассказали. А сейчас я однажды думала, душа в душу. Что же это такое? Так ведь это когда у тебя есть ключ от двери той души. И ведь насколько в жизни может быть ситуации таких, когда дверь может захлопнуться с той стороны. У тебя есть ключ, а открыть её ты не можешь. Ты не можешь войти в эту душу. С твоей душой может то же самое произойти. Вообще сколько вариантов. И как нужно жить, как много нужно силы, любви, уважения, как много нужно чёткости, чтобы, имея эти ключи, знать, что ты можешь войти в эти двери всегда. Как много для этого нужно. И какое счастье жить душа в душу и умереть в один день. Она умная женщина, но я не зря её выбрал. Она очень умная, она умеет говорить, она умеет мыслить, она умеет создавать образы. И она настоящая поэтесса. Но вот, как видите, мне повезло. Вот наша команда. Господи Боже мой, это мы все вместе. Господи Боже мой, это мы все вместе. Олег Владимирович, у нас в студии стоит Яов. Вот он справа от меня. В нём традиционно хранится киноплёнка. Мы же прячем в нём предметы, которые так или иначе связаны с жизнью нашего героя. Вот с чем в вашей жизни может быть связан этот предмет? Вот предмет, который лежал в нашем Яове. Вот рентгеновский снимок, правильно? Как он может быть связан с вашей профессией? Вот если вдруг обрезать его по кругу... То можно получить пластинку, на которой играть, можно музыку. Было такое. Было в нашей жизни. На рентгеновской плёнке работали даже маленькие такие мастерские, которые модные песенки записывали на маленькие диски, на открыточки. И это можно было купить и прийти. Со своей песней можно было прийти и записать, и получить. И потом кому-то подарить. Здесь на целый альбом бы хватило. Ну, хватило бы, да, на много рентген, да. Использовали именно рентгеновские плёнки. Это музыка на костях. Есть у меня, сохранились такие мои песни. Там вот «Добрый голос» у меня записаны на такой диск. Именно вот как раз? Да, да, на открыточке. Потрясающе. Где-то есть. Олег Владимирович, а сейчас я предлагаю блиц-опрос. Короткий вопрос и короткий ответ. Ваше любимое время года? Я очень люблю лето. Любимое место в Минске? Моя квартира. Любимое место отдыха? Италия. Любимый напиток? Просто чистая вода. Любимый праздник? День рождения. Чей? Свой. Фирменное блюдо семьи Жуковых? Борщ. Ваше главное достоинство? Терпимость. А ваш главный недостаток? Нетерпеливость. Что больше всего цените в людях? Искренность. Ваше главное достижение? Моя семья. В чём для вас смысл жизни? Смысл жизни – жить, творить и радовать людей, дарить им каждый день улыбку, музыку и песни. А в чём счастье Олега Жукова? Счастье именно в этом, когда приходишь домой и видишь родные глаза, улыбки родных тебе, людей, и ты знаешь, что ты не одинок, что ты вместе с семьёй. Олег Владимирович, огромное вам спасибо за ваши эмоции, за ваши воспоминания, ваш рассказ, за ваши песни. Счастья и здоровья. Спасибо. Я решил, что я должен обязательно оставить какой-то сувенир, какой-то подарок в память о моём посещении. Ну вот есть такая книжка Селлинджера, она называется «На тропости воржи» и двойной диск, на котором записано около 40 песен. Спасибо огромное. Только всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везёт в этом так, что просто беда. Что просто беда. Что просто беда. Что просто беда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok